Проведение реформ правоохранительных органов и их взаимодействия между собой с бизнесом, с обществом, обсуждали за круглым столом. Однако несколькими предложениями итог не подвести, ведь консенсуса по внедрению изменений участники обсуждения не достигли. Среди приглашенных есть те, кто верит в реформы, есть те, кто верит в конкретные органы власти, и есть те, кто, наоборот, не верит, что эти органы и эти реформы – прямой путь к переменам. Так представитель миссии Евросоюза говорит о серьезных положительных сдвигах в Украине. Полицию – начало реформирования прокуратуры. Говорит, деньги используются более или менее эффективно, поэтому европейцы обещают поддерживать нашу страну в ее начинаниях. Однако работы еще очень много. Реформирование уголовного блока, значительное внимание будет уделяться киберпреступности, а еще большая надежда на полицейских в селах. Реально, я думаю, что участковые, грамадские полицейские или шерифы, я думаю, что они станут главным переменом в правоохранительной системе. Кроме того, есть версия, что в нашем государстве много прокуроров. Заместитель генпрокурора Украины эту информацию опровергает. Говорит, количество прокуроров уменьшится, но несущественно, ведь даже с нынешним составом работников ведомства некоторые из них перегружены. Поэтому нужно оптимизировать работу сотрудников и тщательно подходить к отбору самих кандидатов. Речь о конкурсах на должности прокуроров и работников антикоррупционного бюро. В третий тур вышли 75% прокурорских работников и 25 граждан, которые не работали в прокуратуре. Будет еще второй тур и собеседование, которое определит победителей. В антикоррупционном бюро сложная конструкция конкурса. Сам конкурс фактически пять этапов, похожий на конкурс в прокуратуре. Пятый этап – детектор лжи. Вместе с тем прозвучала мысль, что изменения не произойдут, хотя бы потому, что в якобы реформированных структурах останутся проверенные старой системой кадры. Новой прокуратуры не будет 95%, если не больше людей, кандидатов на местные прокуратуры. Фактически, те же старые кандидаты. А еще следует понимать, что в первую очередь надо менять законы. Только взвешенный, обоснованный и комплексный подход к реформам может стать залогом их успешного воплощения в жизнь. Нам прежде всего надо начать с уголовного кодекса, кодекса об административных правонарушениях, определить систему органов контролирующих. Когда мы уже приходим к ответственности, только тогда мы можем вспомнить об органах, которые будут привлекать к ответственности, проводить расследования и судить.